У нас сезон был как раз июль, август, сентябрь на работе был очень сезон. Потом у нас была вторая выплата за здание, банк задерживал деньги, мы переживали. Но муж сказал, пока мы не внесем сумму, мы никуда не поедем. Поэтому мы вносим сумму и буквально через несколько дней я еще немножко подстыла. И я просто вот так вот в машину вот так легла и говорю, все, вези меня. Да, ну когда он засыпал, я садилась за руль, наверное, час-полтора вела и все, и опять просто вот так. И знаете, мы вложили все деньги за здание, что у нас было, и получается нам ехать, и у нас нет денег. И я тогда сказала, Господь, суммы очень большие, я понимаю, что физически мы не можем это даже заработать, определенные вещи. И я обратилась к Богу и говорю, я прошу тебя сейчас о сверхъестественном вмешательстве, ну именно в материальном, чтобы ты нас благословил в материальном плане. Я думаю, я побольше об этом поговорю перед тем, как мы будем молиться за финансы. И Бог благословил, мы поехали в Аланию на своей машине. Нас там, нам приготовили шикарную квартиру, апартамент. В общем, знаете, нас приняли по-царски в большом таком многоэтажном доме, пять минут ходьбы от моря, бассейн, сауна там. Денег с нас не взяли, мы пытались заплатить за электричество и воду, потому что мы же потратились, тоже денег с нас не взяли за это. Но самое чудесное, мы нашли там церковь, представляете, в Алании, в Турции церковь. И мы приходим в церковь, и там в духе мы понимаем, что там вот реально живая церковь, там наши братья, сестры. Мы очень подружились с пастором, мы уже выехали, а он нам пишет, мы уже скучаем, представляете. И мы думали так, мы только отдыхать будем, никакого общения, ничего, все. Ну знаете, когда общение в духе, оно реально вот оно созидает. Мы, конечно, отдохнули несколько дней, мы приехали в первое воскресенье в церковь, а там, а нам, мы в пятницу вечером приехали, нам в субботу пишет пастор, говорит, дело в том, что к нам приехал болгарский пастор из Бургаса, пастор Валентин, и он будет проповедовать, вы можете переводить с болгарского на русский? Мы говорим, ну конечно можем, без проблем. И мы приезжаем, и пастор Валентин говорит, слава Богу, слава Богу, что Бог усмотрел, что вы приехали. А мы думаем, мы-то приехали проповедовать, а как переводить, кто будет с болгарского на русский переводить? Представляете, Бог так усмотрел. И мы приехали, после прославления мы садимся, ну присаживаемся, мы планировали на одну неделю. И в духе, знаете, я получаю, что в следующее воскресенье ты поделишься вот на эту тему с церковью, представляете? И я такая, о, ну мы вообще-то не собирались, ну и мужу говорю, вот так и так. И представляете, и хозяйка квартиры, мы ей сказали, что мы на неделю приезжаем, и она нам вечером говорит, вы ехали в такую даль на одну неделю, минимум две недели вы должны быть здесь, представляете? И мы помолились и поняли, что Бог продлил наш отдых, там было чудесное общение. Знаете, что меня очень вдохновило, это горящие сердца верующих. Пастырь с женой, им где-то по 30 с чем-то лет, у них трое детей. Знаете, это супружеская семья, которая имеет раны от битв, имеют какие-то, может быть, где-то поражения они терпели, но они очень наполненные. Они, несмотря на все эти битвы, да, там, раны, они движутся за Иисусом Христом, они очень любят Иисуса. Они из Сибири получили откровение, что им в Турции нужно открывать церковь. И мы думали, что эта церковь будет домашняя, ну, представляете, в Турции, да, и мы были уверены, что что-то такое, ну, закрытое, тайное, нет ничего подобного, они снимают помещение, представляете, там официально, то есть там, так, в Турции, если ты не турок, ты свободно можешь выражать свою, ну, религию, да, свое вероисповедание, но с турками осторожно. Ну, интересно, что там наши женщины выходят замуж за турков, которые, и те, которые понимают русский язык, сначала для интереса приходят в церковь, а потом уже реально они получают, встречаются с Богом, и Бог меняет их жизни. То есть вот так чудесно, мы были очень рады. Меня впечатлила, знаете, одна сестра, у нее первый ребенок, ему 20 с чем-то лет, а второй ребенок рождается у нее с хромосомным заболеванием, он инвалид. Муж ее оставляет, обычно мужья оставляют таких жен с детьми, ну, я имею в виду непосвященные, да, они рожденные свыше, и как-то они знакомятся с семейством пастора, и они предлагают, ну, какую-то помощь, если что. И ей нужно было, по-моему, переезжать, она обратилась за помощью, и потихоньку они ее приобрели. Ребенку 9 лет, он не ходит, и вы знаете, что я захожу в церковь, и я вижу вот эти вот сияющие глаза этой женщины. Прям вот она вся светится, представляете, и потом, когда говорят, выходите детей, выносите на молитву, и вдруг я вижу, что она тащит ребенка, он не ходит, и она его тащит, притащила, помолились, все это с улыбкой. Она берет этого ребенка, несет его на воскресное служение, и вы знаете, что она участвует во всех служениях, домашняя церковь, у нее она взяла на себя обязанность, она приходит, они альфа-курс проводят в церкви, она приходит первая, открывает двери, потом всех провожает, там, ну, наводит порядок, последняя уходит. Я у нее спрашиваю, ты на машине приходишь с ребенком? Она говорит, нет, мы или на автобусе, или вот на колясочке. И я такое, знаете, обличение получила, думаю, боже мой, ну, устаем мы, да, но вот эти вот глаза, которые, несмотря на эту боль, на этого ребенка, которого она таскает, реально, у нее нет ни нотки жалобы, ни нотки какого-то, каких-то претензий к Богу, ни нотки претензий к братьям, там, сестрам, что ей не помогают. Она служит, представляете? Она служит, она выбрала это. И очень я вдохновилась, глядя, мы очень задружились, потом еще, знаете, мы думаем, что это такое, молитва за детей, этот ребенок инвалид, смотрим еще дети с синдромом Дауна, думаем, что это за церковь такая. И оказывается, там одна сестра с мужем, они приняли решение усыновлять детей, именно детей с отклонениями. И они усыновили четырех детей с синдромом Дауна. И еще она ведет воскресное служение, представляете? И мы думаем, Господь, ну, во-первых, мы думаем, да, это знак, наверное, да, потому что мы тоже думаем, как бы в этом направлении двигаться. Но меня очень вдохновили эти служители, эти сестры. И я понимаю, что мы не одни такие, да, ненормальные для Господа в этом мире. И было очень хорошее общение, мы настолько наполнились. А перед тем, как уезжать, знаете, простите, если кому-то не уделяли внимания, но просто мы были не в состоянии. Я мозгами понимаю, что надо позвонить, надо встретиться с этими, надо собрать лидерское. Но мы просто были вот реально не в состоянии. И Бог мне показал картину, что женщина, которая кормит грудью, да, молоком ребенка, если она сама не питается и не отдыхает, то она не может накормить. И я как-то так успокоилась, я говорю, Господь, мы вручаем Твою церковь, Твои руки. Я верю, что Бог каждого ведет, никто из овец не пропадет. Вот мы поняли, что Бог нам приготовил восполнение. Действительно, мы настолько восполнились. Потом на обратном пути мы заехали в Ново Загора. Там была конференция для русскоговорящих церквей. Молодежное служение было. Классно, когда ты видишь молодежь, которая горит для Господа. Мы еще там подпитались. Общение было там с пастором Иваном Сертом. Кто проезжает мимо Ново Загора, я вам прям рекомендую. Дам вам телефоны. Очень благословенная пара живет. Он бессарабский болгарин. Переехал из Украины и сюда. Тоже мы послушали их историю. Она рассказывает, у нас был медовый месяц. И говорит, он меня, представляете, он женился на мне и повез меня на миссию. Он был миссионером в Сибирь. И говорит, у нас медовый месяц. Люди нормальные едут куда-нибудь там, на Мальдивы или еще в Египет или еще куда-то. Он меня привез в Сибирь. И мы лежим, говорит, такие. Я, говорит, в носках шерстяных. У меня кофта из ангорки. Так хочется ласки, говорит. Пообниматься. У нас медовый месяц. Но такой холод, что мы не можем даже раздеться. И она сказала такую вещь. Она говорит, ну я не жалею ни об одном дне, который мы посвятили для Господа. В общем, ну вот такое вот свидетельство. Я думаю, что мы еще в более близком общении поделимся еще какими-то деталями, которые будут всплывать. Но я хочу сказать, что Бог покрыл нам все расходы, представляете. Нам предоставили бесплатное проживание, как царей нас встретили. Я верю, что мы очень много принимали в своем доме когда-то служителей, когда люди переезжали сюда, в Болгарию. Я верю, что Бог в свое время, вы знаете, Он все восполняет. Пусть кто-то проходит сейчас трудный какой-то момент. Но я хочу сказать, что сейте в Господа, сейте в Его Царство. Здесь на земле и Бог воздаст свое время. Он даст людей, которые вам послужат. Он даст финансы, которые восполнят ваши нужды. Главное, ну, идите, ходите в воле Божьей. Это самое главное. А потом еще про сверхъестественные финансы. Я вам немножко расскажу, когда будем молиться за финансы, если мне останется время. Ну, все, я передаю. Субтитры сделал DimaTorzok